Это пророщенный кейл, буквально первая и вторая неделя проращивания. В этот момент вот эти все штучки обладают самыми ценнейшими свойствами. Если вы хотите провести детокс вашего организма, вот это то, что вы должны начать. Это пророщенные ростки. Моя помощница подарила мне специальную машину, которая делает пастует стюкини. Как это делается? Ты просто как на обтёрку вкручиваешь стюкини, и она делается такими как змейками-черпичками. Ты просто творишь практически в сыром виде. Стюкини очень полезны либо в сыром виде, либо замачивать лимонным соком, либо чуть-чуть, буквально одну минуту потушить на сковородочке. Вместе с елей очень вкусно и очень полезно. Серьёзно тебе. Кто знает, что такое денделли? Такое сложное и забытное слово означает обычный одуванчик. Здесь также подаются одуванчики. Потому что одуванчик это очень церебная травка. А одуван прекрасно отжимать. Сок одуванчика можно употреблять в смузи. Можно отжимать соком зелёным. Он прекрасен для тех, у кого есть проблемы с печенью. Можно почистить печень. Или если вы чувствуете, что у вас такая жизнь стала тяжёлая, ну вы такая уставшая всегда ходите, раздражённая, зная. Это всё проблемы печени. Подуванчик кроет вам пучок. Здесь разные виды морковки. Ну такая обычная морковка, которую вы привыкли. Видите, она аналогичная. А это разные виды морковки. Такой совсем тоненькой. И жёлтой, и тёмной. Она практически как дикая. В ней гораздо большая такая концентрация необходимых этих всех витаминов А, ретинола и так далее. Свёкла тоже есть. Длинные, кроме плода. Обычные стебли. Жёлтая свёкла. Я такую свёклу встречаю в ресторанах. Она очень сладкая. И чёрная редька. Чёрную редьку. Если детки кашляют, я покупаю. Если разрезаю пополам, вырезаю сердцевинку и ложку мёда туда. И там набегает такой сладкий сироп, сок. И очень хорошо ребёнку давать вместе миксуру от кашля. Это, ребята, кейл. Вы знаете, я большая поклонница этой травмы кейл. Потому что она является природным источником, очень богатым источником кальция, железа. И, кстати, чтобы хорошо это железо, соответственно, усваивалось, здесь содержится много витамина С. Витамин С плюс железо равно хорошее усвоение. Это настоящий суперфуд. Прекрасный антиоксидант и противораковое средство. А ещё я хотела показать вам, как продаётся здесь фенхель. Вы сразу покупаете и корневолочь фенхеля, который вы можете резать, парить, и в супчик добавляете пирешку ребёнка в кроварке. А верхушки – это обычный ваш укроп, который вы кладёте в любые блюда. Пригадайте, с чего это яйцо такое большое. Это гусь. Гусь. А это, наоборот, маленькие яички. Это павлиньи яйца. А это индейка. Я решила попробовать утиные яйца. Мне кажется, что утки – это какая-то более тихая птица, и её трудно испортить какими-то веществами. Я возьму на пробу 5 яичек за 10 долларов, получается. Возможно, как можно чаще есть клубнику. Я понимаю, что в России сезон клубники достаточно короткий. Ешьте её как можно больше всего. Клубника просто непревзойдённая по своим целебным свойствам. И детям, и взрослым, всем. Если вы когда-нибудь заказывали в ресторанах салат с руколой, и ели какие-то такие маленькие тёмно-зелёные листики, это всё фигня. Вот как выглядит настоящая рукола. И она же арубла, она же жаркая. Смотрите, она абсолютно вот такая. И она намного более, знаете, пикантная, чем вот то зелёненькое растение, которое нам дают в ресторанах или на масс-маркете. Сейчас мы в Мекке без дрожжевого хлеба, который не добавляется ни салата, ни дрожжи, ни какой-либо жир. Здесь всё абсолютно из натуральных ингредиентов. С оливками, с чесноком и с луком тоже хлебушек вот такой. У тебя вот этот вот хлебушек с чесноком и с луком в нём содержится. Смотрите. Во-первых, витамин С, морская соль, витамин С, морская соль, чесночок, витамины, железо, миоцин, рибофлавин, тиамин, полевая кислота, девочки. Вот, пожалуйста. Всё это можно купить в настоящем хлебе. Приезжайте в Тиму Санжево. Как можно было передать по видео запаху? Это просто здорово. Ещё я хотела бы обратить внимание на такие классные чаи. Мой выбор упадёт на лимон с лавандой и лимон вербена. Я просто обожаю травяные чаи. Я не пью никакие другие чаи, кроме как травы. Вот и закончился мой поход на фермерский рынок. Закончился он на речке Макадания, выращенной в Калифорнии. А теперь я бегу на парковку, если вам понравился мой обзор. Ставьте лайк, оставляйте комментарии и что вы хотите услышать ещё о солнечной Калифорнии. Субтитры сделал DimaTorzok